Мама Мама Но есть одно но Своих детей Елены и Сергея Новиковой Никогда не видели Даше 9 лет Вите 6 Как все дети, они требуют много внимания И заботы Шалят, слушают родителей И не слушаются Помогают по дому И не прочь отлынить от своих обязанностей Но Главное, они знают Мама и папа самые лучшие Даша говорит А почему вы не видите, а я вижу Я ей объясняю, как есть Почему так у нас получилось Что мы сейчас не видим Что раньше у нас было зрение И в чем проблема Со зрением Любая особенность, она все равно чем-то компенсируется Во-первых Во-вторых, всегда можно найти Найти какое-то решение Савелий, Федор и Анастасия Сплоченная команда И главная мамина гордость Уже много лет Татьяна Бондаренко Вынуждена передвигаться В инвалидной коляске Но это не помешало ей стать Не просто мамой А мамой многодетной Долго не получалось А я уже тоже как-то На это дело Забила Говорю Раз с этим не получается Вдарюсь в работу А потом Как-то получилось Это было прям Чудо Когда на тебя смотрит Маленький человечек А через 8 месяцев После появления Долгожданного первенца Татьяна и ее муж Константин Узнали Что ждут Двойню Пришли К врачу Делать УЗИ И тетенька Так как говорит Что ж такое А я ну припугался Мало ли чего там Она такая Да что Все никого не смотрю Все с двойнями приходят А как с двойнями Ну так с двойнями Я говорю Все оставляем Появление двойни Не самое частое И далеко не самое Обычное явление Такая беременность И роды Всегда требует Повышенного внимания И контроля А для мамы На инвалидной коляске Риск возникновения Осложнений Увеличен в разы Но Татьяна Не испугался Когда к врачу Пришли Она посмотрела Сказала Что делать то будете Я говорю Пока не знаю Она посмотрела Полистала карту Говорит У тебя только Кесарева было Ты не вынесешь Что-то то-то И нельзя Типа Надо Тут я сказала Стоп Это мое Должно быть решение 11 марта Тут они у нас Уже На Севастопольском Родились Ежегодно Более 60 Москвичек С ограниченными Возможностями здоровья Становятся материальными Центр планирования Семьи и репродукции На Севастопольском проспекте Наиболее удобен И доступен Для женщин С нарушением Опорно-двигательного аппарата Для них Обнародованы Специальные палаты У входов есть пандусы Внутри здания Просторные лифты И широкие коридоры Каждый год Центр принимает 15-20 пациенток С инвалидностью Идешь Уже В слинге Или со слингом Или с коляской И с тростью Это уже Другие ощущения То есть Нужно Перестраиваться Было Физически Известие Известие о беременности Застал Елену Врасплох Но Она не сомневалась Ни секунды Вопреки всем обстоятельствам И наперекор Общественному мнению Первые слова Кто Слышал о том Что у нас Есть ребенок Все говорили Мы в шоке Немножко это было Ну Напряжно Что Люди Так Реагируют Было Непросто Но ведь Родительство Для любого человека Непростая задача Огромная ответственность Новые заботы Глобальные перемены И Безграничная Любовь и счастье Которые Все Компенсируют Жилищный вопрос Решился Почти сразу После рождения Даши А через Три года Елена и Сергей Уже были опытные Родители Решились на второго Ребенка С мамой Мы иногда Печем блины Можем сходить В магазин Вместе Кормить кота Я мою посуду Савелий Федя и Настя С раннего возраста Привыкли помогать маме Не от того Что это их Домашняя обязанность А потому что Они знают Есть вещи С которыми Без них Мама Не справится Включить вентиляцию На кухне Посмотреть Чтобы Оплатить воду На первый взгляд Вроде бы Незначительные мелочи Но именно из них Складывается Материнское счастье Татьяна никогда Не считала себя Какой-то Особенной Она Она обычная мама Которой Очень повезло С детьми Материнство Всегда выше Всех стереотипов И надуманных Ограничений Каким бы Неприступными Не казались Преграды Материнская любовь Способна Все преодолеть Елена Волохова Мама Двоих детей Со всеми Многочисленными Задачами И заботами Она справляется Одной рукой И на одной ноге Самое То, что у меня Не получалось Это почистить Картошку Научиться Вот картошку Морковку И заплести Ребенку косички Потому что девочка Она же в школу ходит И вот я долго Мучилась с этой идеей Сегодня Елена Легко и непринужденно Готовит одной левой В прямом смысле Этого слова И уверенно Совмещает роль Мамы И деловой женщины Девять лет назад После аварии Именно материнство Стало для нее Спасением И стимулом Вернуться в жизнь Ведь дома Ее ждали Дети Веселые Энергичные И заботливые Маму И она не просто Вернулась А стала Успешной Известной И активной Как никогда У Анастасии Оброскиной ДЦП Простые для большинства Из нас движения Для нее Постоянное преодоление А это ее Дети Ульяна И Анатолий Моя мама Она Просто такая Ну как Мама А мама А мама же Они заботливые И Они думают О детях Но не всегда Думают О себе С бесконечными Материнскими хлопотами И домашними делами Настя справляется Самостоятельно Вопреки Распространенному Штампу О беспомощности Людей С детским Церебральным Параличом Когда я Родила первую дочь Мне говорилось Что ты не справишься С ребенком Такими руками Ты не сможешь И так далее И тому подобное И мы Были вынуждены Именно до бытовых Моментов Переехать С мужем В отдельную квартиру И я поняла Что я справляюсь Я справляюсь Неплохо Елена Пьянкова От рождения Глухая А ее сын Антон Отлично слышит Но между ними Вовсе нет пропасти В коммуникации Они общаются На русском Жестовом языке Елена учит сына Жестовому языку С трех лет Своё первое слово Антон Не сказал А показал Знал, что мама И все остальные В семье не слышат Принял жестовый язык И Начал учить буквы Может говорить Мы общаемся И на жестах И так И получилось С ним найти контакт Планшет в семье Новиковых Не развлечение А необходимость помощи В воспитании детей Витя Учится читать Всевозможные гаджеты И современные технологии Серьезно облегчают Жизнь родителей С нарушением зрения И компенсируют Отсутствие Визуальной информации Когда есть На планшете Приложение Мы вместе с ним Можем сесть И потихонечку Учиться И сначала буквы Потом там слоги И складывать их Уже в слова Но никакие Современные технологии Не заменят Настоящие Книги Тем более В семье человека Всю жизнь Проработавшего В издательстве В руках Сергея Книга напечатанная Шрифтом Брайля Я читаю Рельефно-точечный Шрифт Брайля Как многие Незрячие И дети К этому В общем Привыкли Никто так хорошо И близко Не знает человека Как родная мать Образ своих детей Самый точный И любимый У Елены В сердце У Даши Волосы Темно-русого цвета Глаза Там Да Карит Большая Шумная Дружная семья Абсолютная Ценность И счастье Для каждой Женщины Татьяна Бондаренко Знает Совершенно точно Никакие Ограничения Просто Не способны Этому Помешать В минуты Когда они Все вместе Татьяна Понимает Это стоило Всех самых Немыслимых Переживаний Стараний И усилий И даже если Порой Они казались Невыносимыми Материнство Великий дар И великая тайна В которой Женщина Раскрывается Расцветает Преображается И становится Неимоверно сильной Елена Новикова Миссия Матери Редактор субтитров Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова